Анастасия Шевченко привычно заходит в здание спортивной школы, оставляет вещи в гардеробе, берет ключи. Коридоры уже знакомые, тренировки по 5-6 раз в неделю в течение трех лет. В воде и под водой Настя чувствует себя как дома. Анастасия Шевченко бронзовый призер первенства России по плаванию. Есть только одно «но». Настя плохо видит, но это не мешает ей вести полноценную жизнь и заниматься любимым видом спорта. Я ходила на танцы три года, на легкую атлетику, небольшой промежуток времени. Ну и остановила свой выбор на плавании. Чем больше занимаешься, тем ближе ты добьешься результатов. Идею заняться спортом подал Настя брат, известная на пиевсему миру дзюдоист Анатолий Шевченко. Через год Настя уже плыла на уровне первого юношеского разряда. Дело пошло, я начала больше тренироваться, больше просить часов на тренировки Ольги Сергеевны. Она сначала не разрешала, потому что это большая нагрузка. Но со временем разрешила, и она увидела, что я могу выдерживать нагрузку. Начиная заниматься спортом с 14 лет, сложностей гораздо больше, чем у начинающих маленьких спортсменов. Ну, Настя справляется с легкостью, с каждым этапом последующего. Настя Шевченко – гордость школы. Ее спортивная карьера только в самом начале. Настя поставила себе цель – выполнить норматив мастера спорта по плаванию и стать тренером. Надписи брали Насте не нужны, но другим детям с нарушением зрения или слуха в здании спортивной школы будет комфортно. Созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения в Анапе уделяют большое внимание. В июле мы провели экспертизу, получили заключение о том, что можно сделать для людей с ограниченными возможностями. Для людей с нарушением здоровья по зрению, слуху, мы создали максимальные условия. То есть у нас есть и указатели, у нас есть и таблички на дверях с азбукой брали и поручни. Мы увеличили высоту лестничных ограждений. Это как раз для людей, которые имеют незначительные отклонения в здоровье, состояние опорно-двигательного аппарата. Мы готовы создать группы для людей с отклонением здоровья по зрению. С начала следующего учебного года начнется набор в специальные группы для детей с отклонениями в здоровье. Виктория уверена – ни дуг, ни повод отказываться от мечты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!